Пересечение Павловского и Малахова. Конец января. Самая крупная коммунальная авария за пять лет. Из-за порыва на водопроводе проезжая часть превратилась в озеро, а почти весь индустриальный район остался без воды. А это первая западная. Поток. Лопнула труба, затопила несколько улиц. Без холодной воды жители шести многоэтажек. А вот уже центр города. Не выдержала труба на профинтерна. Затопила дорогу и несколько офисов. Без воды оставалось почти 20 зданий. Всего с начала года произошло больше 30 ЧП. И это, говорят, еще меньше, чем год назад. По количеству мы не увеличиваемся, но по значимости да. То есть, по крайней мере, если брать предыдущий отопительный сезон, таких повреждений, захватывающих значительное количество людей, которым прекращена подача коммунального ресурса, конечно, в этом году у нас их больше. Причина порывов даже не морозы, а в том, что больше половины водопроводных сетей в городе изношены и нуждаются в замене. На прошлой неделе прокуратура края потребовала решить эту проблему. По словам специалистов водоканала, такое пристальное внимание со стороны ведомства было всегда. Но в этом году произошли слишком крупные аварии, из-за которых, как ни странно, и удалось увеличить финансирование. В ближайшее время будет подписано соглашение между администрацией города и Барнаульским водоканалом. И начнется глобальная модернизация сетей. На это выделят почти 2,5 миллиарда рублей. Но даже этой суммы оказалось недостаточно. Сергей Иванович предложил все-таки подумать об увеличении инвестиций в рамках конституционного соглашения. И вместо цифры 2,4 все-таки найти возможность выделить 3,4 миллиарда рублей. Но это проблематичная история найти такие большие деньги. Мы говорили о том, что надо смотреть возможности муниципального, возможности краевого бюджета и участие в федеральных целевых программах. Ремонтировать и менять сети будут в течение 10 лет. В этом году израсходуют первые 500 миллионов. Пока в Барнауле удается заменять по 10 километров в год. И этого мало. Нужно в три раза больше, говорят специалисты. Только тогда коммунальные аварии будут происходить реже. Балентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости.